приветствую всех у себя на канале сегодня мы с вами будем вязать вот такой красивый узор для джемпера вот так узор смотрится с лицевой стороны и вот его изнанка раппорт узора высоту всего лишь 6 рядов в ширину 11 петель джемпер показываю вам вставляю фотографию джемпера чтобы вы посмотрели как этот узор будет смотреться на таком красивом свитерке и так здесь у меня на образце четыре схемы в ширину и 5 схем высоту я связала сейчас на маленьком образце мы с вами вместе свяжем вот этот узор для образца нам нужно набрать количество петель кратное 11 плюс 2 кромочные петли я набрала 22 петли это две схемы узора и плюс 2 кромочные у меня на спицах 24 петли и сразу же показываю вам схему узора смотрите высоту у нас узор 6 рядов ширину 11 петель на схеме указаны только лицевые ряды все изнаночные ряды вяжем по рисунку как смотрят петли и для узора видите у нас какие значения есть нам понадобится дополнительная спица давайте по условным обозначениям горизонтальная черточка это изнаночная петля вертикальная черточка лицевая петля вот такое значение в правую сторону нам нужно 4 петли перекрестить с наклоном вправо соответственно в левую сторону перекрещиваем 4 петли с наклоном влево эти все петли вяжем лицевыми давайте я подержу схему чтобы вы смогли сделать скриншот и сохранить себе эту схему и так а сейчас приступаем к вязанию первый ряд узора у нас три изнаночные петли 2 лицевые 1 изнаночная 2 лицевые 3 изнаночные у меня две схемы узора я вяжу первую схему затем вторую и плюс 2 кромочные и так кромочную петлю мы снимаем дальше по схеме у нас три изнаночные 1 2 3 2 лицевые 1 2 1 изнаночная 2 лицевые 3 изнаночные 1 2 3 я связала схему узора по горизонтали затем повторяем 3 изнаночные 3 изнаночные 1 2 3 и я связала вторую схему в конце ряда у нас кромочная изнаночная и я довязала первый ряд узора разворачиваем вязание вяжем 2 2 ряд у нас на схеме его нету значит вяжем по рисунку кромочную петлю снимаем и смотрим если у нас лицевая петля вяжем ее лицевой вот у нас получается 3 лицевые 2 изнаночные 1 лицевая 2 изнаночные 3 лицевые я связала схему по горизонтали и повторяем вот лицевые петли вяжем лицевыми изнаночные провязываем изнаночными и в конце ряда кромочная изнаночная и я довязала второй ряд разворачиваем вязание и смотрим на третий ряд схемы 1 изнаночная перекрещение петель с наклоном вправо 1 изнаночная перекрещение петель с наклоном влево 1 изнаночная схема узора по горизонтали кромочную снимаем 1 изнаночная петля дальше нам нужно перекрестить 4 петли в правую сторону как мы будем перекрещивать смотрите у нас 2 изнаночные снимаем 2 петли и оставляем их за работой если нам нужно перекрестить в правую сторону оставляем петли за работой дальше 2 лицевые вяжем лицевыми возвращаем петли с дополнительной спицы обратно на левую спицу вот 2 изнаночные мы возвращаем и их мы провязываем лицевыми за переднюю стенку чтобы петли были не скрещены вот я перекрестила 4 петли с наклоном вправо 1 изнаночная дальше 4 петли перекрещиваем в левую сторону снимаем 2 петли на дополнительную спицу оставляем их перед работой 2 следующие петли вяжем лицевыми у нас 2 изнаночные вот вяжем 2 лицевые возвращаем петли обратно с дополнительной спицы на левую и вяжем их лицевыми я перекрестила 4 петли с наклоном влево 1 изнаночная я связала раппорт по горизонтали дальше повторяем сначала 1 изнаночная 4 петли перекрещиваем в правую сторону снимаем 2 петли оставляем за работой 2 следующие петли вяжем лицевыми затем возвращаем петли обратно на левую спицу и провязываем их лицевыми 1 изнаночная 4 петли с наклоном влево снимаем 2 петли перед работой оставляем 2 петли вяжем лицевыми и возвращаем петли также провязываем их лицевыми 1 2 1 изнаночная и я связала еще одну схему и в конце ряда кромочная изнаночная и я довязала третий ряд разворачиваем вязание и 4 ряд вяжем по рисунку какая петля на спице так ее и провязываем вот лицевые вяжем лицевыми изнаночные вяжем изнаночными у нас получается схема лицевая 4 изнаночные лицевая 4 изнаночные лицевая вот 11 петель по горизонтали и повторяем лицевая 4 изнаночные лицевая 4 изнаночные лицевая и кромочная в конце ряда изнаночная и я довязала четвертый ряд узора разворачиваем вязание вяжем пятый ряд пятый ряд вяжется как первый точно так же кромочную снимаем только смотрите у нас сейчас 3 изнаночные петли первая петля изнаночная вяжем изнаночной за переднюю стенку дальше 2 лицевые нам нужно вязать изнаночные значит вяжем изнаночные за заднюю стенку чтобы петли были не скрещены и вот схема узора по горизонтали 3 изнаночные вот 2 лицевые 1 изнаночная 2 лицевые и 3 изнаночные как и вначале смотрите 2 лицевые мы вяжем изнаночными за заднюю стенку и изнаночную за переднюю я связала схему по горизонтали и повторяем 3 изнаночные 1 2 3 2 лицевые изнаночные 2 лицевые 3 изнаночные смотрите как у вас лежат петли чтобы они были не скрещены кромочная изнаночная я довязала 5 ряд разворачиваем вязание и вяжем 6 ряд по рисунку кромочную снимаем лицевые вяжем лицевыми изнаночные изнаночные провязываем изнаночными как второй ряд мы вязали так вяжем и 6 какая петля на спице так ее и провязываем кромочная изнаночная и я довязала 6 ряд а это значит я связала полностью схему узора высоту дальше начинаем вязать с первого ряда первый ряд мы обратно вяжем как 5 значит по рисунку и вот таким образом вяжем узор до нужной нам высоты повторяя с 1 по 6 ряд вот такой узорчик красивый с перекрещенными петельками у нас получается и вот образец побольше вот такая красота я вижу из пряжи yarnart jeans на спицах три с половиной миллиметра может кому-то понадобится на этом у меня все напишите пожалуйста в комментариях понравился вам этот узор или нет всем хорошего настроения ровных петелек и увидимся совсем скоро всем пока